Оседает в легких, забивается в глаза. Пыль на улице Советской Армии есть не только на дороге. Ей усеяны все тротуары и парковки. Особое беспокойство местных жителей вызывает проезд между домами 17 и 19. Ведь здесь расположен детский садик, двор и прогулочная зона которого выходят как раз на дорогу. В то же время здесь часто проходят школьники. Сейчас я сошел, пришла и бабушка, глаза все засолила. Лучше не бывало. Сколько они у меня здесь живут, наверное, 6 лет. Грязно, пыль. По словам местных жителей, причина такой концентрации пыли им ясна. Зимой скользкие участки регулярно посыпают песком, однако убирать их не спешат. По словам представителей дирекции благоустройства города, за прошедшую зиму они высыпали на дороге Рязани около 23 тысяч кубов песко-соляной смеси. В то же время фракция КПРФ неоднократно поднимала вопросы о ее низкой эффективности по сравнению с реагентами. Во-первых, если ударит мороз минус 20, сыпать соль нет никакого смысла, так как при минус 21 градуса замерзает любой стальной раствор. А при минус 10 смесь снега и соли тает уже совсем медленно. Во-вторых, песко-соляная смесь разрушает городскую инфраструктуру. Это и водопроводные трубы, и металлоконструкции мостов, и путепроводов. Также песко-соляная смесь засаливает почву, что приводит к гибели зеленых насаждений живых организмов, оказывает гиперактивные коррозийные воздействия на транспорт и портит обувь граждан. К тому же песко-соляную смесь убирают крайне медленно, а пыль поднимается в воздух, засоряя легкие прохожих. Это отчетливо видно под микроскопом. Мелкие частицы, которые попали в ловушку пыльцы – это пыль. Ее концентрация на липкой ленте может достигать 70%. Наши исследования направлены на изучение качественного количественного состава пыльцевого дождя и спора аллергенных грибов. Но помимо этого на фоне отчетливо видно высокое количество абиотических частиц – пыли, грязи, которые точно так же с потоками воздушных масс поднимаются в составе атмосферного воздуха. Это, конечно, не очень хорошо, что тоже может отразиться на здоровье. По этим данным можно судить о концентрации пыли в воздухе Рязани. Фракция КПРФ предлагает перейти в уборки города на использование реагентов, например, на основе калия и магния, которые менее агрессивно действуют, чем песко-соляная смесь. Они уже хорошо показали себя в таких городах, как Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск. Можно посмотреть пример других стран. Например, финские дорожники покрыли практически всю страну сетью веб-камер, что позволяет очень быстро, как только начинает снегопад, присылать технику. Там также используются высокотехнологичные реагенты с гранитной крошкой. Это усиливает эффект борьбы со льдом не только с помощью тепловой реакции, но и с помощью механического разрушения. Стоит отметить, что многие виды реагентов до 20 раз эффективнее песко-соляной смеси. Подтверждение, что она дешевле, тоже не совсем верно. Смеси требуется больше, сыпать ее нужно чаще. К тому же нужно прибавить затраты на рабочую силу, топливо, транспортировку, хранение. А еще она нуждается в уборке. Но есть еще одна статья расходов – это ДТП, количество которых увеличивается в 6 и более раз на гололеде по сравнению с сихим покрытием в летнее время. А это страховые выплаты, это ремонты, это потери рабочего времени, больничные. Но самое важное – это поломанные судьбы, унесенные жизни. Таким образом, ущерб от гололедец и снежной каши на дорогах города просто огромен. А замена песко-соляной смеси на реагент – осмысленное и правильное решение. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».